ВОЕННОМОРСКИЙ ФЛОТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЕННОМРСКИЙ ФЛОТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 начал движение к парадному строю кораблей, находящихся на рейде в акватории Невы. В военно-морском флоте ежегодно растет уровень оснащенности современными высокотехнологичными кораблями, подводными лодками, самолетами и вертолетами. В декабре 2023 года принят в состав военно-морского флота новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А». В текущем году завершается строительство атомного крейсера «Князь-Пожарский». На стапелях предприятий промышленности осуществляется строительство еще двух модернизированных подводных крейсеров стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской». Продолжается серийное производство модернизированных многоцелевых атомных подводных лодок «Владивосток», «Воронеж», «Ульяновск», «Берг». Спущен на воду и в ближайшее время войдет в состав военно-морского флота крейсер «Архангельск». За прошедшие 12 месяцев военно-морские флаги подняты на фрегате «Адмирал Головко» и корвете «Реск». На больших подводных лодках «Кронштадт» и «Можайск». На малом ракетном корабле «Нарафаминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». По сложившейся традиции возглавляет парадный строй кораблей 54-кушечный парусный линейный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам и моделям XVIII века на исторической верфи Санкт-Петербурга. В парадном строю современный малый ракетный корабль «Серпухов», дважды краснознаменного Балтийского флота. Командует кораблем капитан третьего ранга «Богдан Капетин». «Богдан Капетин» «Богдан Капетин» «Богдан Капетин» «Богдан Капетин» «Поздравляю вас с днем военно-морского флота» «Ура! Ура! Ура!» Катер президента Российской Федерации приближается к малому ракетному кораблю проекта 22-800 «Каракурт» «Одинцова». Командир корабля – капитан третьего ранга Роман Будько. Здравствуйте, товарищ генерал Капетин! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! «Ура! Ура! Ура! Ура!» Главное оружие малых ракетных кораблей – многократно проверенные в боевой обстановке высокоточные крылатые ракеты «Калибр», способные поражать цели на дальности более тысячи километров. Катер президента держит курс в направлении корвета Балтийского флота «Бойки». Командует кораблем капитан второго ранга Владимир Паули. Корабль вооружен высокоточным ракетным комплексом «Калибр» с возможностью поражения как морских, так и береговых целей. Оснащен зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут». Имеет мощное артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Корвет является достойным продолжателем славных традиций русского флота. Им выполнено более 15 боевых служб и уже пройдено свыше 190 тысяч миль. «Полимент-Редут» Здравствуйте, товарищ! Здравия желаю, товарищи, главный главнокомандующий! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Катер президента Российской Федерации приближается к патрульному кораблю ледового класса проекта 23-550 «Иван Попали». Командует кораблем капитан второго ранга Кирилл Ткаченко. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, главный главнокомандующий! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Поздравляет парадный строй кораблей большая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636-3 «Варшавянка». Командует кораблем капитан третьего ранга Никита Булдыгин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи, главный главнокомандующий! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Подводная лодка пятая в серии из шести субмарин, предназначенных для оснащения Тихоокеанского флота. Большая подводная лодка «Можайск» при относительно небольших размерах крайне грозное оружие. Она обладает превосходными характеристиками, отличается малошумностью, отличной маневренностью, оснащена высокоточным ракетным оружием. Все эти качества не раз были подтверждены в ходе выполнения учебных и боевых задач в Мировом океане. Сегодня в знак партнерских отношений в Санкт-Петербург прибыли и пришвартовались у набережных Невы корабли военно-морских сил дружественных стран. Президент Российской Федерации направляется для приветствия экипажей иностранных кораблей. Президент Российской Федерации на Банетр-Пifier, знаменитый District Е. Верный Киреев, знаменитый içer. Что первая универсия спYaкув Foundation Катер президента Российской Федерации Катер президента Российской Федерации приближается к эскадренному миноносцу Цзяо Цзо Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Командир отряда кораблей, старший полковник Лю Бо Юань Комиссар отряда кораблей, старший полковник Ин Хуэй Командир корабля, капитан первого ранга Ван Юн Фен Комиссар корабля, капитан первого ранга Чэнь Цзэхун Корабль принят в состав ВМС Китая в январе 2022 года Построен на судостроительном заводе Цзяннань И назван в честь Цзяо Цзо, провинции Хэнянь, расположенной в самом центре Китая Длина корабля 180 метров, дальность плавания 5200 морских миль, экипаж корабля 280 человек Эсминец оснащен современным ракетным и артиллерийским вооружением Эскадренный миноносец Цзяо Цзо прошел более 11 тысяч миль из пункта базирования Порт Санкт-Петербург с целью принять участие в главном военно-морском параде Российско-китайское сотрудничество в военно-морской области динамично развивается Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании военно-морского флота России Китайские моряки скандируют «Здравствуйте, президент!» Да здравствует дружба Китая с Россией Катер президента держит курс в направлении гвардейского корвета Балтийского флота Сообразительный, командует кораблем капитан 2-го ранга Сергей Демидович Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Корвет сообразительный второй в серии кораблей типа «Стерегущий» В июле 2012 года приказом главнокомандующего ВМФ России Корвету присвоено почетное наименование «Гвардейский» В состав экипажа навечно зачислен герой Советского Союза Старший матрос Ходырев Гвардейское звание корвета унаследовано от одноименных предшественников Черноморского флота времен СССР Большого противолодочного корабля проекта 61 А до него эсминца, получившего гвардейское звание во время Великой Отечественной войны За проявленные доблесть и мужество в боях за оборону советского Крыма и Кавказа В составе корабельной группы Китайской Народной Республики Корабль комплексного снабжения «Хунху» ВМС Народно-освободительной армии Китая Старший на борту – старший полковник Лю Юн Синь Командир корабля – капитан первого ранга Ван Сюй Юн Комиссар корабля – капитан первого ранга Цзян Цзэнь Пинь Корабль принят в состав ВМС Китая в июле 2016 года Построен на судостроительном заводе «Хуанфу» город Гуанчжоу Назван в честь озера Хун в провинции Хубей Длина корабля – 178 метров Водоизмещение – 23 400 тонн И дальность плавания – 12 000 миль Экипаж – 130 человек Корабль имеет артиллерийское вооружение В составе экипажа – военнослужащие женщины, Выполняющие задачи наравне с мужской частью экипажа Катер президента Российской Федерации Направляется к учебному кораблю «Ла Сумам» ВМС Алжирской Народной Демократической Республики Командир похода – генерал Араби Белахмед Командир корабля – капитан первого ранга Ситхум Халет Корабль принят в состав ВМС Алжира в 2006 году Назван в честь самой высокой горной вершины страны Водоизмещение – 5470 тонн Дальность плавания – 5000 миль Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Дня военно-морского флота России! Военно-морской флот России и военно-морские силы Алжирской Народной Демократической Республики Связывают давние дружеские и партнерские отношения Экипаж корабля ответил на приветствие президента троекратным «Ура!» Катер президента подходит к фрегату «Табар» ВМС Республики Индия Командир корабля – капитан Марасандра Рамаяк Хариш Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Военно-морского флота России! Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации Выполняет церемониальное движение Тин-Джай Чем символизирует огромное уважение к человеку Экипаж поднимает правую руку перед телом И произносит приветствие Да здравствует российский военно-морской флот Команда повторяется три раза Фрегат принят в состав ВМС Индии в апреле 2004 года Корабль построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге Водоизмещение 4035 тонн Дальность плавания 5000 миль Экипаж 220 человек Фрегат имеет на борту современное ударное ракетное вооружение Зенитно-ракетные комплексы и артиллерийское вооружение За 20 лет службы корабль совершил множество боевых служб И дальних походов в различных акваториях Мирового океана Следуя исторически сложившимся партнерским отношениям Военно-морской флот России и Военно-морские силы Республики Индия Регулярно проводят совместные маневры и учения В текущем году гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота Принял участие в учениях Милан Организуемых Военно-морскими силами Индии А корабли Военно-морского флота Несущие боевую службу в Индийском океане Регулярно осуществляют заходы в порты Республики Индия На трибунах парада присутствует высокопоставленная индийская военная делегация Мы рады приветствовать в России экипажи кораблей дружественных стран Самым большим населением в мире Президент Российской Федерации завершил обход кораблей Выстроенных на рейде и набережных Невы И направляется к Адмиралтейской набережной Санкт-Петербург Один из самых величественных и знаменитых городов в мире Державный, несокрушимый город-герой Славными традициями, ратными подвигами И выдающимися достижениями которого Гордится вся наша страна Уникальная и неповторимая красота нашей северной столицы Созданная трудом и талантом ее жителей Посветая в веках поэтами и художниками Восхищает и вызывает восторг у каждого, кто имел счастье ее видеть У Петербурга уникальная история и великая судьба Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед Энергии и воли Петра Первого На Невских берегах Россия была провозглашена империей Санкт-Петербург, место силы, центр притяжения талантливых людей Город, который не раз проходил испытания на прочность Санкт-Петербург, место силы, центр притяжения талантливых людей 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 Субтитры сделал DimaTorzok Парад под государственный флаг Российской Федерации Военно-морской флаг Российской Федерации Сверху для встречи слева на Кра-Улт Военнослужащие почетного караула вносят на Сенатскую площадь Государственный флаг Российской Федерации И военно-морской флаг Российской Федерации Возглавляет знаменную группу майор Сергей Анкудинов В соответствии с указом президента Российской Федерации О военно-морском флаге Ежегодно в день военно-морского флота На западной башне главного штаба военно-морского флота Поднимается Георгиевский военно-морской флаг Как символ доблести, славы и сохранения боевых традиций флота На восточной башне Адмиралтейства Поднимается орденский военно-морской флаг СССР Крейсера «Аврора» Крейсер 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 «Аврора» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается морская часть парада. Первым гордо несет государственный флаг Российской Федерации противодиверсионный катер «Нахимовец». Командует катером лейтенант Максим Филиппов. В парадном строю противодиверсионный катер П-474 с флагом Министерства обороны Российской Федерации. Командует кораблем старший мичман Виталий Касьянов. Экипажи катеров этого проекта эффективно выполняют задачи в специальной военной операции, осуществляют противодиверсионное обеспечение акватории военно-морских баз и сил базирования флотов. В строю противодиверсионный катер юнормеец Татарстана с военно-морским флагом Российской Федерации. Командир катера – мичман Альберт Эрзиманов. Катер назван в честь Всероссийского патриотического движения, которое возродило лучшие традиции молодежных организаций защитников Отечества. С начала специальной военной операции 17 воспитанников награждены орденами мужества, более 100 – другими государственными наградами. Одному юнормейцу присвоено звание Героя Российской Федерации. В акватории Невы – тактическая группа десантных катеров. Командир тактической группы – капитан 3-го ранга Константин Кузовлев. Следуя морским традициям, в парадном строю десантный катер Алексей Баринов с бутиком Петра Первого командует катером старший мичман Андрей Соловьев. С увлечения Петра Первого с маленьких лодок, построенных на Плещеевом озере, началась полная доблести, подвигов и блестящих свершений история российского военно-морского флота. Продолжает парад десантный катер на воздушной каверне Иван Пасько. Командир катера – старший мичман Максим Фоменко. На борту десантного катера Иван Пасько восстановленное маломерное быстроходное судно времен Великой Отечественной войны «Полуглиссер НКЛ-27». Катера этого типа, несмотря на малое водоизмещение, стали настоящими речными боевыми кораблями и были единственными кораблями советского ВМФ, принявшими непосредственно участие в уличных боях за Берлин на реке Шпрее. На фарватере Невы – корабль минной защиты. Современный морской тральщик Александр Обухов проекта «12700 Александрит». Командует кораблем капитан 3-го ранга Александр Степаненко. Тральщик предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Экипаж на постоянной основе решает задачи боевой службы в акватории Финского залива. Осенью 2023 года у острова Гогланд корабль провел боевое траление и обезвредил морские мины времен Великой Отечественной войны. Корабли данного проекта несут боевую службу в Средиземном море в пункте базирования военно-морского флота «Тартус». В гильваторном строю ракетно-ударная тактическая группа в составе четырех малых ракетных кораблей дважды Краснознаменного Балтийского флота и Краснознаменной Каспийской флотилии. Командует тактической группой капитан второго ранга Адиль Азимов. Перед трибунами малый ракетный корабль «Советск» проекта 22-800. Командует кораблем капитан второго ранга Александр Разин. Малые ракетные корабли проекта «Каракурт» полностью отвечают требованиям времени и служат надежной гарантией национальной безопасности. Они уникальны по конструкции и боевым возможностям, оснащены современными комплексами управления, обнаружения, целеуказания и связи, обладают высокими показателями мореходности. Аналогов этим кораблям в мире не существует. Основой вооружения у кораблей данного проекта является комплекс высокоточного ракетного оружия «Калибр НК». Его точность и надежность неоднократно подтверждены в боевых условиях. Продолжает парадный строй Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Уян-М». Командует кораблем капитан 3-го ранга Андрей Станько. Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр», позволяющими наносить удары крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям, современным зенитно-ракетным комплексом, а также 100-мм артиллерийской установкой. Наличие в составе военно-морского флота кораблей этого проекта с учетом возможности их передового базирования практически стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Перед трибунами проходит новейший малый ракетный корабль «Нарафаминск» проекта 21631 «Буян-М». Командир корабля капитан 2-го ранга Максим Куликов. Корабли проекта «Буян-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства, способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил военно-морского флота в различных районах мирового океана. «Нарафаминск» — 11-й в серии малых ракетных кораблей, построенных для военно-морского флота Зеленодольским судостроительным заводом. С включением в состав Балтийского флота МРК «Нарафаминск» значительно возросли ударные возможности краснознаменной ордена Нахимова первой степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. В строю малый ракетный корабль краснознаменной Каспийской флотилии проекта «Буян-М» «Град Свияжск» командует кораблем капитан 2-го ранга Кирилл Александр. По итогам 2023 года малые ракетные корабли «Град Свияжск» Дагестан и Татарстан Каспийской флотилии стали лучшими в военно-морском флоте по итогам состязаний тактических групп по уничтожению артиллерийскими системами морских и подавлению береговых целей. Экипаж корабля «Град Свияжск» признан лучшим по итогам боевой подготовки на Каспийской флотилии в 2023 году. С начала эксплуатации экипаж корабля осуществил более 20 ракетных пусков главным ракетным комплексом «Калибр». Все цели успешно поражены. Возможности современного телевидения позволяют нам перенестись за тысячи километров. В этом году впервые в истории проведения главного военно-морского парада гостям Санкт-Петербурга и зрителям предоставляется возможность увидеть мощь всех флотов России. Парад кораблей Тихоокеанского флота проводится на акватории Бухты Золотой Рог и Амурского залива. В параде принимают участие 38 кораблей, подводных лодок и судов различного класса. В линии парада кораблей признанные лучшими по итогам боевой подготовки корвет Алдар Цеденджапов, названный именем Героя Российской Федерации, ракетный катер Р-14 проекта 12-411 «Молния», базовый тральщик проекта 12-650 «Яхант», подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре». Замыкает парадный строй влагман парада «Корветт-Реский». В соответствии с замыслом парада в едином строю вдоль трибун проходят минно-тральная и корабельно-ударная группы. В парадном строю следует многоцелевой корабль с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, первый корабль проекта 2380 «Корветт-Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе. Своё мастерство демонстрирует экипаж дизель-электрической подводной лодки «Буки-274» «Петропавловск-Камчатский». Это первая в серии из шести лодок проекта 636, построенных для сил Тихоокеанского флота. На акватории Амурского залива наследники боевых традиций тихоокеанцев. Малый противолодочный корабль МПК-82 осуществляет поиск и уничтожению кораблей условного противника. С десантного катера Иван Карцев готовится к высадке передовой отряд десанта разведгруппы специального назначения на специальной бронированной машине «Тигр» для вступления в бой, вскрытия огневых средств противника, наведения огня корабельной артиллерии, ударов авиации и в дальнейшем обеспечения высадки подразделений морской пехоты. поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибутс» и «Адмирал Пантелеев» осуществляет поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Ракетный катер Р-18 наносит удары по объектам условного противника и в составе ракетно-ударной группы отражает атаки самолетов и вертолетов. С начала года на флоте проведено более 4400 зачетных мероприятий боевой подготовки. Наплаванность корабельного состава составила более 7800 суток. Тихоокеанский флот — надежный страж восточных морских и океанских рубежей нашей Родины. Наши видеокамеры расположены в городе Тартус на территории военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. На экранах фрегат «Адмирал Григорович». Корабль неоднократно наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористическим группировкам в Сирии. На экране подводная лодка «Уфа». Здравствуйте, товарищи моряки! Встреча желает товарищ шланг! В пункте базирования «Малый морской танкер вице-адмирал паромов», а также новейший корвет «Меркурий», предназначенный для действий в дальней и ближней морских зонах. Пункт базирования и корабельная группировка ВМФ являются одним из важнейших форпостов для отстаивания внешнеполитических интересов России в данном регионе. На рейде Североморска в парадной линии корабли Северного флота. Ракетный крейсер «Маршал Устинов». Большой противолодочный корабль проекта «1155» «Адмирал Левченко» из состава бригады противолодочных кораблей краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил. Корабли данного проекта составляют основу противолодочных сил военно-морского флота и способны действовать в дальней морской и океанской зонах. В настоящее время экипаж БПК «Адмирал Левченко» продолжает с честью выполнять все поставленные задачи, обеспечивает высокую боевую готовность, совершенствует морскую выучку, чтит и приумножает славные традиции моряков-североморцев. Продолжает парад современный фрегат адмирал флота Касатонов. На вооружении корабля все типы современных крылатых ракет, в том числе высокоточное оружие большой дальности калибр и гиперзвуковые ракеты Циркон. В парадном строю головной атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А» четвертого поколения, входящий в состав краснознаменных подводных сил Северного флота. На экранах атомный подводный крейсер «Казань» дивизии подводных лодок Северного флота. Летом 2023 года подводный крейсер принял участие в стратегическом учении «Океанский щит», в ходе которого решал задачи по слежению за корабельными группировками условного противника в Гренландско-Норвежской морской зоне. В течение 2023 и 2024 годов корабль активно выполнял задачи боевой подготовки в море. Выполнены ракетная стрельба крылатой ракетой «Калибр», торпедные и противолодочные ракетные стрельбы. В июне 2024 года в составе корабельной группировки с фрегатом «Адмирал Горшков», нефтяного танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер» В ходе выполнения плановых задач боевой службы крейсер впервые в новейшей истории подводного флота России совершил заход в порт Гавана на Кубе. Прибытие отряда кораблей военно-морского флота, оснащенных сверхзвуковыми ракетами «Циркон», вызвало значительный информационный и общественный резонанс на международной арене. На рейде большой десантный корабль «Иван Грен». Корабль предназначен для перевозки морем и обеспечения высадки на необорудованное побережье тактического морского десанта с боевой техникой и вооружением, перевозки сухопутных войск морем в интересах фронта на приморском направлении, межбазовой и межфлотской перевозки морем военных и других грузов в интересах военно-морского флота и сухопутных поиск на приморском направлении. Главной особенностью кораблей данного проекта является неконтактный метод высадки десанта на необорудованное побережье. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» наносит артиллерийские удары по объектам противника на берегу. Корабль неоднократно выполнял задачи боевых служб в Северной морской зоне, в Атлантическом океане и в Средиземном море. В акватории Североморска после выполнения задач боевой службы осуществляет всплытие неатомная дизельная подводная лодка «Владикавказ». Вашему вниманию представлены этапы проведения высадки подразделений 61-й отдельной гвардейской киркенесской краснознаменной бригады морской пехоты. Черноморский флот ведет систематические боевые действия в ходе специальной военной операции, проявляя героизм и беспримерную выдержку на суше, в море и в воздухе. Корабли и морская авиация наносят удары по войскам и военным объектам противника. Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки флота, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем двумстам критически важным объектам противника. Морские пехотинцы прославленной 810-й отдельной гвардейской орденов Шукова и Ушакова бригады морской пехоты решают боевые задачи на самых ответственных направлениях, совершая подвиги, демонстрируя мужество и самоотверженность. Морские авиаторы уже выполнили свыше 11 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 400 целей, в том числе 50 летательных аппаратов, продолжают отражать атаки безэкипажных катеров противника. В ходе боевых действий активно применяются ракетные комплексы «Балк» «Бастион» береговых войск плотов. На экранах морской рейд Каспийска в парадном строю артиллерийский корабль проекта 21630 «Астрахань». В параде принимают участие 15 кораблей и катеров, 29 судов обеспечения и более 700 военнослужащих. В строю базовый морской тральщик Магомед Гаджиев. Корабль предназначен для поиска траления и уничтожения мин в прибрежных районах и ближней морской зоне. Сегодня Каспийская флотилия превосходит по своим возможностям военно-морские силы всех остальных прикаспийских государств. Траление морского рейда осуществляет корабль минной защиты базовый морской тральщик Герман Угрюм. Обеспечение действий сил флотилии осуществляет судно контроля физических полей проекта 1806 СПП-95. В параде принимают участие малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устьюк». Это корабли нового поколения типа «Река-море», вооруженные вертикальной пусковой установкой на 8 ракет «Калибр» или «Оникс». Они способны проходить на незначительных глубинах, совершать переходы по всей протяженности Волги и Каспия. Корабельный состав Каспийской флотилии постоянно обновляется и способен решать поставленные задачи по защите интересов страны в Каспийском регионе. На экранах город Балтийск главная база Балтийского флота. В параде принимают участие 28 кораблей и катеров Балтийского флота и более 1200 военнослужащих. Прохождение боевых кораблей флота в морском канале открывают новейшие десантные катера «Римский Корсаков» и «Мичман Лермонтов». На борту десантных катеров зенитные самоходные установки «Шилка», которые осуществляют противовоздушную оборону десанта и отражают налет авиации. Противоминное обеспечение развертывания сил флота осуществляет рейдовый тральщик Виктор Сигалов. В Калининградском морском канале корабельная ударная группа в составе ракетных катеров «Маршанск» и «Димитровград». В 2024 году экипажи кораблей успешно подтвердили наименование «Ударные» и являются одними из лучших на Балтийском флоте. В линию парада выстроились корабли и суда, заслужившие это почетное право высокими достижениями в боевой учебе. Малый противолодочный корабль «Калмыкия», судно связи «Федор Головин», пограничный сторожевой корабль «Надежный», самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Зубов», малые ракетные корабли «Пассат» и «Зеленый долг», ракетный катер «Чувашия». Возглавляет строй лагман Балтийского флота эскадренный миноносец «Настойчивый». С 24 февраля 2022 года личный состав соединений и воинских частей береговых войск Балтийского флота принимает участие в специальной военной операции. Многие военнослужащие за проявленные мужество и героизм награждены орденами и медалями. И снова Сенатская площадь. Парад сверная к горжественному маршу боротно на одного линейного дистанции первая рота прямо на плед чут равнение направо шагом марш начинается береговая часть парада ее открывает сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса юные музыканты задают ритм и темп движения парадных расчетов возглавляет расчет подполковник Олег Маркович торжественное шествие войск военно-морского флота возглавляет подразделение роты почетного караула с государственным флагом российской федерации и военно-морским флагом российской федерации знаменные группы сопровождает почетный караул 154-го отдельного комендантского преображенского полка перед парадными трибунами города парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища во главе расчета капитан первого ранга Андрей Синевич на Сенатской площади сводная рота Мурманского Нахимовского военно-морского училища возглавляет строй Нахимовцев контр-адмирал Валерий Мирон по Адмиралтейской набережной чеканят шаг сводные батальоны военного учебно-научного центра военно-морского флота военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова возглавляет парадные расчеты заместитель начальника ВУНС ВМФ контр-адмирал Вадим Кулить Являясь форпостом военно-морской науки центр готовит высококлассных специалистов командиров кораблей и соединений На Сенатской площади парадный расчет высшего военно-морского инженерного училища возглавляет строй начальник училища капитан первого ранга Андрей Клименко Учебное заведение является первым военно-морским инженерным вузом в мире и самым большим военно-морском флоте В этом году 72 выпускника окончили обучение с дипломом с отличием а 25 из них с золотой медалью В парадном строю курсанты военно-морского института морского корпуса Петра Великого среди его знаменитых выпускников флотоводцы Ушаков Синявин Нахимов Корнилов первые кругосветные мореплаватели Крузенштерн и Лесянский преподавательский состав морского корпуса включает 20 докторов наук и более 80 кандидатов наук 10 заслуженных деятелей науки и техники во главе строя капитан первого ранга Владислав Смирнов и капитан первого ранга Валерий Музыченко перед трибунами парадный расчет учебного центра морской пехоты осуществляющего подготовку морских пехотинцев военно-морского флота по программам боевой подготовки возглавляет строй подполковник Максим Хатункин завершает прохождение сводный отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического объединения Юнармия возглавляет отряд заместитель начальника штаба движения Юнармия Донецкой Народной Республики Богдан Махно Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестровый батальон в составе военно-морских оркестров России и Китайской Народной Республики Впервые в составе сводного батальона оркестр военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая под руководством капитана 2-го ранга Ли Имина Командир сводного оркестрового батальона капитан 2-го ранга Валентин Лященко Главный военно-морской парад завершен Да здравствует военно-морской флот Надежный страж океанских рубежей Отечества КОНЕЦ 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 КОНЕЦ